Добрый день, мои дорогие друзья! Рада нашей встрече! Друзья, я в Крыму, вы уже, наверное, видели мои два фильма. Я рассказывала, что я вернулась в Крым домой и, конечно, домашние дела и даже гости. Вот сегодня буквально третий день, ну, очень много приходится всего делать по дому, потому что нас долго-долго с Андрюшей не было. Вот там такая у нас красота, все цветет, деревья, наверное, не очень хорошо видно. Я сейчас в своей маленькой кухне, у нас такая студия, квартира небольшая, студия. И, друзья, я готовлю такие пирожки. Даже забыла, как называется эта машинка, когда-то я ее лет 10 назад купила. Она печет такие кругленькие штучки, пирожки. Печет очень быстро, мгновенно прямо, но тесто все-таки, друзья, учитывайте. Если купите сейчас более современные модели, они еще лучше, а все-таки нужно слоеное тесто, потому что на дрожжевом они такие толстые, тяжелые. И очень-очень тонко раскатываю. Я сейчас постараюсь вам показать это все. Но я сделала две начинки. Сейчас приедет моя подруга Алла с сестрой. В общем, мы не виделись, наверное, целый год, наверное, не виделись, потому что то они в разъездах, то я в разъездах. Я, конечно, скучаю по своим друзьям. И сегодня, несмотря на то, что я еще не успеваю вымать окна, прибрать все, мне хотелось все нарядить уже, чтобы это все было красиво. Но что-то успела, что-то прибрала. Друзья, вот на этой маленькой машинке, ну, смысл понять нужно, что это как такая две сковородки, одна другую закрывает сверху, и там пикутся маленькие пирожки. Во-первых, порции маленькие. Все одинаковые, очень симпатичные. Полепосмотренный готовый результат и процесс. Я вам желаю всем купить такую машинку. И дело в том, что даже можно с собой возить везде на дачу или куда-то вы поедете в гости, ее можно с собой брать, потому что тесто везде продается, и слоеное тесто, слоеное. Ну, конечно, пирожки с яблочками. Я туда ванилин кладу, много сахара, сладенькие такие пирожки. Мелко просто режу, капустка тоже, шинкуете, как обычно. А на тушение, как будто вы просто тушите капусту. И это будет являться, я только томатик добавляю, перчика чуть-чуть, томатик, травка может быть для аромата, какой-нибудь укропчик. Ну, вот что хотела с вами сегодня поделиться хозяйственными делами, потому что я все как-то больше, больше мы с вами гуляем на море, к морю сегодня к морю не иду, потому что очень много работы дома. И я завтра, а на какой-то, наверное, на Южнобережный, завтра в пляж мы с вами пойдем смотреть лягушку и Южнобережный. Смотрите мои видео, друзья, уже два видео крымских вышли. Ну, давайте посмотрим на приготовление пирожков. Ну, вот, друзья, тесто раскатывается очень тоненько, и такие две мерочки. Вот это нижний блин, и поменьше мерочка будет верхний, которая крышечка. Это, тут все, знаете, что интересно, что когда у вас такая печечка будет, конечно, вы сейчас купите современную модель, и она, видите, у меня там где-то что-то отломалось, это очень плохой пластик здесь. Но она работает, функцию эту свою выполняет, и когда к вам будут приходить гости, вы будете их развлекать. Это такое развлечение, у меня сколько бы не было разных всяких людей, когда я это пеку, я специально это делаю прямо при гостях, потому что мы все тут смотрим, все крутятся, крутятся, все получают удовольствие, такое общение. В общем, это большая развлекаловка. Я, друзья, вспомнила, не вспомнила, а посмотрела на обратной стороне. Написано, это ростер, ростер называется. Ну, я в названии еще напишу, поэтому вы по интернету, думаю, себе сможете такую штуку выписать, этот ростер, современный уже, может быть, он у вас с регулировкой. Видите, у меня тут все гости толкутся возле, потому что это всегда очень забавно, занятно, интересно. Значит, вот такой большой блин, я делаю все быстро очень, вот такой штучкой вырезаю мерочкой, и укладываю. Можно, я вначале маслицем смазываю первый раз, когда, а потом даже и ничего не смазываю, потому что в самом тесте, в слоеном, там же есть масло внутри. Ничего не пригорает, но у меня мой ростер, я уже вам сказала, что он без регулятора, без всего, он такой, я просто на глаз открываю и смотрю, подпеклось или нет. Конечно, я, наверное, куплю себе более современную такую модель, которая с регуляторами, вот включается-выключается, там, может быть, температура регулируется, здесь все примитивно просто. Но вы знаете, он за те деньги, которые я за него заплатил, он, кстати, не очень-то и дешево стоил, но оправдал себя, потому что много приятных мгновений мы получили, когда вот это коллективное творчество, вместе все тут общались и вот это вот стряпали. Я его периодически достаю, конечно, мы все худеем, следим за фигурой, стараемся печеного есть меньше, это ж понятно. Но иногда, вы знаете, хочется, я сейчас путешествовала, жила в Москве в одной квартире, потом в другой квартире, в принципе, там и духовки были, но вы знаете, когда в походе, едешь по делам, в общем, не достряпни, стряпня все-таки, это, знаете, такая семейная вещь, когда у тебя все комфортно. И я, в общем-то, соскучилась по домашней стряпанной какой-нибудь еде, что-нибудь, пирожки хотела какие-нибудь, прямо мечтала. Ну, вот сейчас приехала, и тут мои приятельницы, я вам в конце обязательно их покажу, такие две красотки, мы уже дружим лет 15, наверное, здесь в Алубке познакомились. Ну, вот он мой ростер, видите, друзья, он у меня так примитивно устроен, что у него нету, я его должна каждый раз, когда я вынимаю свои пирожки, они где-то, вот видите, немножечко сильнее печется, где-то слабее, потому что у него, конечно, конструкция несовершенная, но они очень вкусные все равно. И у него я его должна включать и выключать каждый раз. Ну, естественно, когда я вот это накладываю ложкой металлической, у меня он выключен, да, я еще раз акцентирую ваше внимание. Если у вас будет без переключения, без регулятора, то его все-таки сети надо выключить. Я всегда осторожно с электрикой. Это, друзья, яблочки были. У нас были с яблочками пирожки, и были пирожки, друзья, с капусткой. Ну, вот давайте посмотрим. Ой, гвоздики астры в этой вазе, как чувство высшего эксаза. А виноград он дар полей, бокал винар его налей. Ну, замечательно. Налил, Андрюша, да? Да. Отлично. Друзья, я так рада, что ко мне приехала Алла с Томочкой. Это ж вообще мы не виделись очень давно. Это очень приятный момент. И мы очень рады. Редко приезжают к нам в Олубку. И мы тебя очень любим. Да, мои дорогие. И я вас очень люблю и рада, что все здоровы и хорошо выглядят. Все красавицы. Смотрите, какие красотки. Спасибо. Ну, вот, друзья, Алла Васильевна, ее сестра Томочка, мои подружки. Ну, все, что я хотела вам сегодня показать, друзья. Заходите на мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписан. С вами, как всегда, была ваша Евгения. И до новых прекрасных встреч на моем канале.